Приветствую, друзья! Нравится ли вам творчество певца-шамана? Надеюсь, что нет. Однако скажу такую смешную вещь, что мне оно представляется правильным и показательным. С политической, конечно, точки зрения. Удивлены? Ну, ничего, сейчас объясню. Шаман, он же Ярослав Дронов, по сути является официальным музыкальным лицом и голосом войны. Ни одна путинская сходка, ни один милитаристский шабаш не обходится без него. Несколько месяцев назад шаман исполнял гимн на съезде команды Путина. Потом он засветился на праздновании Дня воссоединения России с Донбассом. Кстати, мероприятие проходило под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия». Ничего, что у Гитлера слоган подсмотрели. Шамана обожает и рекламирует пропаганду. Киселев даже показывал целиком его выступление в своей передаче. У нас не музыкальная передача, и мы ни разу не предлагали послушать хоть какую-то песню полностью от начала до конца. Но это столь пронзительно, что сейчас как раз такой случай. Вот откуда такая внезапная популярность? Ведь до начала войны шамана мало кто знал. Да, парень занимался музыкой, учился в престижной академии Гнесина, занял второе место в шоу «Голос» 10 лет назад. Даже получил похвалу от самой Аллы Борисовны Пугачёвой. Однако до самой войны карьеры так и не сделал, и популярности не снискал. Но всё изменилось 23 февраля 1922 года. За день до вторжения у шамана выходит «Ура, патриотический и милитаристский клип! Встанем!» В описании ролика всего одно предложение. Эту песню как будто бы кто-то продиктовал мне сверху. Ярослав, мы даже и не сомневаемся, кто из какого верха продиктовал вам эту песню в этот день. У клипа на сейчас 60 миллионов просмотров. Но судя по малому количеству прослушиваний на независимых сервисах, они накручены. Вероятно, теми силами, что сверху продиктовали песню. Широко известным шамана сделала, правда, совсем другая песня. Лето 2022 года. Полгода войны. Наступление забуксовало, в страну идут гробы. Всему миру уже известна буча. Вводятся всё новые и новые санкции. Люди боятся показывать свой алый паспорт при въезде в другие страны. Власти срочно нужна мощная пиар-подпитка патриотизма. И вот в клипе молодой, красивый парень посреди поля пшеницы с гордостью заявляет о своей этнической принадлежности. Ему нечего стыдиться. Он русский. Либералы в панике. Иноагенты плюются ядом. Музыканты-русофобы лопаются от зависти. Вот примерно такое пиар-сопровождение было у этого трека. Его продвигали на всех федеральных каналах. Композиция получила комплименты на высших уровнях и по сути стала таким гимном поддержки войны. На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы гордиться своей этнической принадлежностью, если это не проэтническое превосходство. При этом упорное повторение, что я русский, моя кровь от отца, несколько противоречит научным данным и элементарной логике. Так и подмывает спросить певца, а что с мамой-то? Вы как-то без нее появились? Или что она сама думает про свой вклад в кровь сына, который о ней как будто бы забыл? В песне вообще много несуразицы. Именно поэтому она послужила предметом стольких пародий. Кстати, некоторые из них смотрятся куда лучше оригинала. Но если говорить про песню шамана без шуток, то подчеркивание этнической составляющей гордости, по крови, а не по гражданству, вызывает серьезные вопросы. Гимн шамана ведь даже не про восхваление гражданской нации россиян. Он именно про превосходство по крови, что дико в 21 веке и безумно в многонациональной стране. Вообще-то 80 лет назад это называлось нацизмом. И с этим воевали наши деды и прадеды. Глядя на творчество официального символа войны, начинаешь задаваться вопросом. А кого тут просить на самом деле надо деноцифицировать? Ведь дело-то не ограничивается одной песней. Вот тут мне показали клип на другую песню шамана «Мы». Я вообще сначала подумал, что это пародия снята недоброжелателями Кремля. И уж точно она не могла быть сделана по заказу вменяемого человека. Тяжелые ботинки, кожа, повязка на рукаве, выбритые виски. Эстетика Третьего рейха во всей красе. Позже еще вышла песня под названием «Мой бой», что очень созвучно с одной книгой, которая в русском переводе называется «Моя борьба». Окей, скажете вы, остановитесь, мы все поняли про шамана, сомнительный репертуар, нацистские тексты, фашистская эстетика. Но нам-то в начале ролика обещали сказать, почему феномен шамана хорош в политическом смысле. Объясню. Биэс-шаман – это продюсерский и политехнологический продукт. Его раскручивают с понятной целью пропаганды войны и милитаристского патриотизма. Через музыку и через поп-культуру. Так вот, хорошо и символично, что реального, ненакрученного успеха проект «Певец-шаман» не имеет. Можно хоть из каждого утюга начать транслировать его клипы, но от этого люди его больше любить не станут. Его выступления перед военными выглядят до смешного грустно. А на гражданские концерты певца ходят в основном женщины за 40. Молодежь, для которой создавали шамана, им не интересуется. Чарты музыкальных сервисов говорят о том, что Ярослава никто не слушает. Ярослав Дронов, несмотря на хорошие задатки, является банальным конъюнктурщиком, не способным зажечь публику. Что, кстати, хорошо видно на примере клипа, посвященного теракту в Крокусе и вышедшего на следующий день, подчеркиваю, после случившегося. Когда мое поколение слушает про войну от Высоцкого, то в дрожь бросает. Идут по Украине солдаты группы «Центр» на первый, второй, рассчитаюсь первый, второй. А песни шамана народ не цепляет. Сгонят бюджетников на концерт, придут, накрутят просмотры, будут красивые цифры. Но вот реальной популярности и поддержки нет. А еще очень хороший знак, что на роль голоса войны пришлось искать совершенно вот такого нового, никому неизвестного человека. Никто из уважаемых, популярных, талантливых артистов на это не пошел. Конечно, время от времени мы слышим, что кто-то из деятелей культуры так или иначе зиганул. Бывает больно, когда это делает кто-то из приятных или даже в прошлом любимых артистов. Но даже эти зигующие в большинстве своем делают это в наказание за что-то. За неподдержку войны в начале, за прегрешение типа голой вечеринки. Явность под палки, а не добровольно, а не от души. Таких примеров много. Рома Зверь, Ирина Горбачева, Ивлеева, Билан, Киркоров. Вот Филипп Киркоров выступает перед российскими военными в госпитале на Донбассе. Зрелище выглядит жалко и унизительно вообще для всех. Это очевидно недобровольная поддержка войны, а еще одно публичное извинение артиста перед властью. Та невеликая поддержка СВО среди популярных людей, которая есть, обеспечена шантажом, угрозами, страхом и коростью. Ну, собственно говоря, как все в путинской России. Зет-патриоты постоянно жалуются, что знаменитости слабо или как-то неправильно поддерживают страну. Прилепин, например, в одном из своих интервью рассказывал, что на кастинг фильма по его роману отказались приходить две трети артистов. Только из-за того, что там стояла его фамилия. Актриса Ирина Горбачева говорит, что от нее отвернулось 95% друзей. Отвернулись, потому что она поддержала власть. Несложно догадаться, что большинство друзей Ирины – это люди из творческой тусовки. Власть явно испытывает кризис настоящих качественных звезд, готовых добровольно ассоциировать себя с войной. Именно это привело к появлению шамана. А значит, фашистская эстетика и отдающая нацизмом тексты певца-шамана – хороший знак. Знак того, что больше некого было назначить на роль культурного лица войны. Кремль пытается убедить всех, что война против Украины – это народная война. Что агрессия против соседней страны и развязавший ее режим имеют массовую поддержку в обществе. В этой логике каждый, не согласный с Путиным и властью, должен чувствовать себя одиноким отщепенцем, который противостоит глубинному народу. Чтобы создать такую картину, власть рисует на выборах 87% поддержки и поливает всех пропагандой 24 часа в сутки. Для этих же целей работает якобы поддержка войны и власти со стороны народных артистов. Но вот с артистами-то никак не получается. Таланты нельзя сымитировать, нельзя создать по разнарядке. Они либо сами проникаются идеей, либо никак. Для Кремля было бы очень важно сделать лицом войны популярного, модного и современного исполнителя. Но такие без энтузиазма относятся к работе с властью, до последнего избегают публичной поддержки войны. И получается у Кремля один сплошной шаман – пародия на патриотизм и фейковая популярность. Счастливо вам. Артисты-люди чуткие, их неохотная поддержка войны и власти говорит на самом деле о многом.